Все началось, наверное, с нового рождения. И все продолжилось тем, что я все время была окружена музыкой, благодаря маме. Потому что она в свое время была певицей, она записала два альбома, но чисто так для себя. И она про самообразование, про месси. Так что я все время была окружена музыкой, я музицировала. И мое первое дебютное выступление состоялось, когда мне было 5 лет. Это была песня про сладенка, как сейчас помню. И да, с этого, наверное, все и началось. Сейчас я исполняю soul, армбит, поп, речь. Все, что мне приходит ночами, между прочим, на голову, то я, в принципе, и пишу. Это может быть даже инди, это армбит, это поп-музыка. Это может быть абсолютно экспериментальная музыка. А что касаемо очень интересной истории с Леди Дакой в моей жизни, это абсолютно невероятное для меня событие, потому что мне посчастливилось встретиться с поп-дивой и так же ей спеть, и получить у нее одобрение. Но вообще это было очень приятно. Я не слушаю ее музыку, сколько она меня интересует как личность. Она очень яркая личность, и она не боится хоть тем, кто она играет. То, что она играет, мне кажется, главной проблемой в нашей жизни. Как я только за главной бэкстой, она говорит, Oh, I like your hair, can I use it? Она такая, of course. Вот. И я думала, как бы, она шутканула. Но на самом деле нет, на следующий день. Уже будучи в Таллине, она вышла из своей гостиницы с моей прической. Сейчас я начала слушать невероятную филицию, Кашель Флорел. Ее вокальные данные просто у меня вообще, я не знаю, даже как это, у меня нет слов. Это видно, да? Вот, поэтому я сейчас стараюсь лечить достаточно технических исполнителей, из которых можно учиться. Я люблю жарить бананы. Да. С шоколадом. Молочным. С корицей и с глазами с сахарной. Вообще супер. Я езжу постоянно в Лондон, потому что там постоянно происходит просто что-то невероятное. И я всегда езжу за новыми эмоциями, за вдохновением. Ну и нам посоветовали это сделать. Мы пришли домой с подругой, и она говорит, длинное попробуем. Говорит, нет, ты же с ума сошла. Нет, давай попробуем это. Она такая, ну давай, ну каково же это. Я такая, окей. Ну, ну как бы мы по очереди, ну типа, лезли на любой другой глаз. Я на самом деле не настолько увлекаюсь кинематографом, сколько музыкой, и не настолько интересуюсь новинками. Но, говоря о последних новинках, то Great Gatsby 100% один из фаворитов. Так же, как мне очень-очень впечатлил фильм «Голодные игры» и «Параллельные миры». Леонардо Ди Каприо. One sexy motherfucker. И на самом деле, на самом деле он очень шикарный актер. Планы на будущее. Планы грандиозные, очень большие. Определенно не связанные с Латвией и с Восточной Европой. Глобальные масштабы, о которых я пока что не хочу говорить вслух, потому что все-таки я суеверная, верю в приметы. Определенно продолжаю работать над своим авторским материалом, пишу песни, записываюсь. Планирую сотрудничество с очень интересными людьми. И это касается даже не только музыки, но и мира моды. Потому что я большая поклонница моды и трендов, и вообще стрит-фэшена. У каждого человека есть свои особенности и странные особенности, и желания. В один день я сидела и подумала, как здорово было бы нарядиться в костюм Мишки и попробовать есть мед лапой. Серьезно, мне кажется, это так здорово. Отношение к наркотикам очень плохое. Я считаю, что это абсолютно ненужная вещь в нашей жизни. И я смотрела с этого в клубах. Особенно, что касается девушек. Это ужасно. Я всегда имею свою дозу наркотика, приходя домой. Это шоколадное печенье из Реми. Это самое лучшее, что может мне дать кайф. Такое настоящее. Я не знаю почему, но мне нравится, как пахнет шариковая ручка. Она пахнет, как миндаль. Смесь с вишней, почему-то, вдруг. Это была специальная форма Мэл.